привет степан бабкин сайт жизнь германии в эту по германия точка ру рассмотрим процесс заполнения заявления на получение киндергельд вот такая фраза да то есть на сайте статья о пособие для детей германии это вы можете сами прочитать ссылка в описании есть здесь все что базовая информация которая нужна мигрант чтобы он по приезду получил оформил киндергельд после того как получит внж на вид на жительство по работе тут все есть но сюда еще вставлю видео вот это о том как заполнять антрак или заявление значит переходим на сайт arbeidsagentur это биржа труда в германии именно arbeidsagentur платит киндергельд пособие нам нужно всего две бумажки заполнить на если речь об одном ребенке да если речь о нескольких детях то придется заполнять количество детей плюс один то есть сам антрак и на каждого ребенка по приложению то есть вот эти ссылки сверху если вы ограничите по гендергельд то есть меркблат это подсказки флайер это просто флайер вот эти два они есть других языках русского нет к сожалению есть английский но мы будем на немецком заполнять потому что там принципе все должно быть понятно после того как вы это видео просмотрите поехали ну и вы можете открыть здесь в браузере на самом деле чтобы заполнять поля вам нужно плагин поставить от acrobat ридера или там microsoft edge по моему он позволяет заполнять напрямую и я просто скачал я открыл в acrobat ридер сейчас я туда переключусь заодно скрою себя потому что зачем вам смотреть на меня если я просто рассказываю ничего больше итак мы перешли на acrobat ридер где я два этих документов уже загрузил и сразу переходим делу чтобы это все не затягивает киндергельд номер если мигрант только приехал в страну и еще ничего не получал то у него его нет оставляем пустым за человек уже был в германии уехал потом вернулся получал киндергельд должен сюда вписать киндергельд номер он на родителя присваивается не на ребенка идентификационный номер в налоговой службе айди н еще сокращает нужно смотреть на своем зарплатном листке либо финансамт отдельно присылает бумажку где он указывается первый месяц пребывания по рабочей виде в германии по любой работе человек этот идентификационный номер должен получить иначе ему зарплату не начисят поэтому в любом случае вы его должны знать смотрите внимательно 12 значный номер и дн или там идентификационный номер или еще где-то вы его найдете если вы его не нашли обращайтесь ну во первых можете к работодателям хайер спросить просто потому что не подскажет во вторых можете финансамт напрямую обратиться вас он должен быть чтобы получать киндергельд телефон оставляйте свой если хотите чтобы вам позвонили в случае каких-то вопросов это полезно потому что действительно если что-то тут не то заполнили то могут просто позвонить спросить а это вот так это вот имели ввиду и так далее это хорошее дело так мы уже тут заполнял значит один ребенок то есть это количество сколько детей будет вноситься в запрос на пособие то есть если например вы приехали у сколько вас детей и столько вот этих приложений аналога кинт нужно заполнить их количество нужно здесь указать двое детей значит его один ребенок значит один дальше вот и дн человека который сюда вписали его сюда в номер один вносите его данные если папа например получает да как как он работает у него есть этот и дн его сюда внесли значит он сюда должен попадать если мама унесли значит маму еще надо вписать тот кто сюда вносится тот и получает деньги делить то есть половину пособия чтобы получал папа половина мама на разных счета такого нет можно получать пособия только целиком а внутри семьи уже делить как вам нравится значит заполняем сначала на того кто будет получать киндергейль я порекомендую на того кто работает чтобы меньше было запора значит фамилия титул если есть там доктор инженер и так далее но это если у вас именно по немецкий дату можете не заморачиваться имя если же речь о смене имени шла например связи с гражданство и смена или там с браком сюда значит надо добавить прошлое фамилию дата рождения место рождения как по паспортные данные пол тоже как по паспортным данным хотя можно вот ну то есть м это будет мужской ф это будет женский это если вы не знаете что у вас за пол но бывает гражданство адрес формате улица или там площадь номер дома индекс город может еще германия написать дочь ланда я не буду заполнять времени просто не терять семейное положение не замужем не жена ни разу или вот эти все значки нужно дату ставить да то есть например состою в браке с такого ты сюда эту дату заключением брака или не дай бог вдовец фирмит с такого-то или в разводе или нахожусь в браке состою в браке но живем раздельно имеется ввиду раздельно в процессе развода совсем раздельно не так что просто вот кто-то там где-то например да если человек работает за границей точно не хочет германии переезжать до 2 партнер то можно тоже тут отметить вообще ставьте хайры чтобы это было если вы состоите в браке даже если человек живет другом месте и вот это вот это для комосексуальных браков зарегистрированное партнерство либо бывает также что в гражданском браке люди живут имеют совместных детей им тоже можно переехать то есть это делается так сначала в соединении семьи с детьми потом мама к детям например там да то есть не официально без официального брака но есть совместные дети тогда вот дальше данные о браке до супруги независимо от того является ли он родителям ребенка или нет то есть вот если вот это вот я тут тут здесь должна быть моя супруга еще раз повторяю не родитель ребенка то например если у вас дети от нескольких браков да тут указывать именно сейчас если вы вот женаты с кем все значит здесь примерно все то же самое фамилия имя титул дата рождения гражданство прошлые имена фамилии в смысле адрес только если отличается вот если живете несовместно то есть если осталось дома там кто-то из родителей остался ребенок приехал то иначе сюда нужно адрес родителей писать третий раздел данные расчетного счета в германии и банк это шестнадцатизначный номер это начинается над и этом и так далее посмотрите в онлайн банкинге то есть без расчетного счета вы не можете получать пособие в германии у вас наличкой никто его не дает только на расчетный счет биг биг это код банка также в онлайн банк банкинге всегда показывается не знаю зачем он биг вычисляется из-за бана легко вот так название банка опять же вычисляется из-за бана ну ладно и если у вас совпадает владелец счета совпадает с тем кто будет получать пособие то есть кого внесли в пункте 1 сюда то тут галочку ставить просто совпадает если речь о разных персонах то есть например этот счет принадлежит маме пособие оформляется на папу но деньги будут переводиться маме так тоже можно то сюда ночь вносите имя и фамилию то есть наоборот фамилия за это имя человеку которому принадлежит счет но это вы сами в семье разбирать либо так либо так четвертый пункт заполняется если вам это эту бумагу или запрос вообще весь посылает налоговый консультант например или там адвокат важно ну вы тогда скорее всего и видео это не смотрели бы потому что зачем его смотреть если за вас тут это уже делает вот он сюда вносит себя если вы сами заполнять сюда ничего не надо носить это просто информация о том кому с кем контактировать случае если вопросы какие-то возникнут и бешает бешает это решение решение о том будут ли вам платить пособие пришлют если тут ничего не указать вам домой так пятый раздел данные о детях в этой табличке пишутся данные о детях которые уже получают киндергельт в германии например вы приехали когда-то оформили киндергельт сейчас родился еще один ребенок вы подаете на него запрос заполняете вот этот антракт у нас тут имя ребенка если отличается фамилия то пишите с фамилией да то есть имейте ввиду что бабкин бабкин и бабкина это разные фамилии надо если у вас вот эти склонения то пишите сюда полностью имя ребенка и фамилию если вот пол отличается да то есть она получает мама и оформляется на дочь то можно просто написать дочь что дарья и мама там будет фамилия совпадает если дополняется на папу то она написать дарья бабкина например потому что иначе будет дарья бабкин что не укажет что неправильно то есть нужно писать фамилию так как стоит документе ребенка свидетельство рождение паспорте и так далее никогда не путайте буквы вот никогда не путайте буквы пишите именно так как написано в паспорте или свидетельство рождение дальше дата рождения пол и если ну так как вы сюда вносите то ребенок уже получает киндергельта вот каждому ребенку присваивается номер киндергельта или персональный номер зависимости от того что за фамилия кассы объясняю германии работники получают через арбайтсант через биржу труда ведомства по делам работников а чиновники например получают из другой кассы был забавный случай когда обнаружили германии что там несколько тысяч 11 тысяч по моему чиновников получали двойные киндергельт потому что папа например чиновник оформлялся фамилии кассы для чиновников а мама оформлялась милин кассы для арбайтсант и так как дело было там лет пять назад то базы данных еще были не связаны между собой и люди спокойно получали двойные киндергельт вот такие немцы честные скрупулезные так далее ну это в общем мы ушли от тем дальше пункт 6 касается случая когда на ребенка кто-то другой получает киндергельт но это ребенок того кто оформляет сейчас киндергельт на других детей почему это важно потому что в германии многодетные семьи многодетные родители от трех детей выше получают больше денег на третьего ребенка там чуть больше на 10 евро на четвертого еще чуть больше и так далее поэтому например если там папа получает там на первых двух а мама оформляет на 3 4 например получает и оформлять на 5 и важно внести сюда данные о детях других на которых не она получает но они цель кинда то есть их надо посчитать и тогда она получит больше денег вот здесь соответственно нужно также указать кто получает деньги вместо того кто вот здесь указан в общем так мигрант который только приехал в германию еще ничего никогда не заполнял вот эти вот таблички просто игнорирует ничего не заполняем дальше здесь мы подтверждаем что мы честные правдивые там зуб даем что все заполнили по совести ставим дату и распечатываем двух экземплярах один для себя чтобы знать что вы там написали да если у вас просят второй отправлять фамилии наказ соответственно потом когда распечатаете ставите подпись здесь тот кто под номером один начале анкеты вот этот человек расписывается слева здесь расписывается его супруг который в пункте 2 стоит вот это не трогайте это вас не касается вот это можно не распечатывать уже его из этого подсказки как заполнять они касаются не только самого антрага но и анлага которую мы рассмотрим дальше еще вот тоже подсказано как это все заполняется переходим к анлага то есть вы заметили данный ребенка мы еще ничего не сказали на него отдельно бумажку делаем то есть первая бумажка этому о себе сообщаем о родителях вторая бумажка о каждом ребенке которого мы хотим на которого мы хотим получать киндергельд то здесь мы повторяем фамилию и имя из пункта 1 киндергельд номер указываем если уже получали киндергельд дальше антрах на ребенка на киндергельд фом дата но если вы сегодня заполняете сегодняшнюю дату ставите просто то дата которая вот тут стоит вот елки-палки не крутится та дата которая стоит вот здесь она должна стоять вот здесь номер номер ребенка как я уже объяснил количество детей влияет на деньги поэтому здесь надо указать 1 2 3 ребенок по порядку дети которые не получают киндергельд выросли и считаются соответственно детьми то есть например если у человека было трое детей и он на 3 получал больше денег но потом 1 уже вырос и не получает киндергельд то 3 становится вторым такие вот сложности ну ладно в общем мигранты просто по порядку всех детей сюда вписывают то есть первый самый старший тогда данные ребенке вот они наконец-таки здесь здесь пишем идентификационный номер ребенка если он есть мигрант обычно его нет потому что он может быть только ребенка который уже работает или там учится и практику проходит то есть старше 18 лет то есть оставляем пустым если речь о несовершенном летнем ребенке и вы не знаете его номер дальше имя если отличается фамилия как я уже сказал указываем дата рождения вместо рождения как всего в паспорте о гражданство адрес если опять же отличается от если ребенок не живет если живет с родителем который пункте 1 указан на траге здесь то ничего не делал если указали адрес отдельный например ребенок учиться и так далее мы должны написать примеры живет у бабушки имеется виду живет не в гости поехал там на месяц-два именно живет у бабушки живет там интернате в школе и так далее если речь опять же мигрантах тут эти два пункта не надо заполнять так вот здесь придется немножко напрячься это такая тема которая для понимания я знаю что не все вот это ухватить сразу значит первое первая строчка мы объясняем кем нам приходится ребенок тому кто пункте 1 указан то есть кто антрахштейлер кто заявитель родной ребенок приемный ребенок приемный ребенок мысли совсем приемный не от другого брака из интерната там да то есть или там не знаю удочерю установил не от другого брака совсем чужой в этом случае нужно свидетельство об опеке там или как опека это как раз вот это скорее всего то есть флеги кент это когда например родители по какой-то причине там лишили прав родительских и ребенка на время отдают в другую семью германии так принято то есть не в интернат его куда-то другую семью и специально обученные семьи специально проходившие курсы специально про получившие сертификаты в общем опять же мигранты это не касается его касается либо вот это обычно либо вот эту родной ребенок или ребенок от другого брака все внук дедушки бабушки тут ставят если с ними внуки живут постоянно адаптивный ребенок это если из интерната теперь супругу кем приходится ребенок супругу например если у вас вот так на а у вас второй брак и жене вашей теперешней ваш ребенок от первого брака не является родным то есть есть ставите его как штифкинт понятно то есть или наоборот если это ваш ребенок не родной от вашей жены от первого брака то наоборот насчета ее родной ребенок вам штифкинт штифкинт это другого брака тут не запутайтесь и если это вот так то вы должны указать родителя родного родителя который может быть даже уже даже и не живой или там вы даже не знаете где он так далее ну то есть неважно если вот вот не вот так а вот как нибудь иначе нужно указать еще родителя если вот так то ничего тут не указывать если вы тут что-то указали то данная персоне вносите вниз здесь все что знаете последний известный адрес дата рождения имя фамилия гражданство где работает в случае если за границей если знаете конечно и дополнительные сведения как-то умер не признал отцовства и так далее или там известен если вы ничего не знаете об этой персоне которая родной родителя например там вот так например на ту неизвестен просто ставить то есть тут где-то любых кинт известен и здесь соответственно вы ставите родители то есть родство относительно ребенка для родного родителя она всегда вот так ну надеюсь этот пункт понятен если нет там вопрос задавайте но честно я не знаю как вот еще объяснить так третья часть касается детей которые уже вот-вот 18 лет исполнится или уже старше они могут получать на основании и вот эти вот основания если речь идет о мигранте то 18 летнего ребенка скорее всему ему уже не удалось собой забрать но если удалось или если речь о переселенцах то вот здесь указывайте причину по которой ребенок получает должен получать пособие дальше вине родители на него должны получать пособие посещает школу успеем то есть среднее образование там служит волонтером и так далее то есть обычно это заполнять не надо если речь о родных детях меньше 18 лет которые и так и так попадают то есть в обычном случае дети моложе 18 лет сюда не вносится то же самое 32 это только для в том случае если ребенок уже работает сам пропускаем 33 если ребенок инвалид старше 18 лет то он до 25 лет может получать еще его родители могут получать пособие детское на ребенка инвалидом но опять же это касается уже детей возрасте от 18 старше если какой-то из этих пунктов вас касается вы тут тогда указываете что как вы доказываете то есть например там если инвалид ребенок нужно приложить вас видишься инвалида когда она либо вы его прикладываете контрагу либо она уже было отослано когда-то давно его потом позже пришлете это то есть обычно вот этот вот эту всю страницу просто пропускает если речь о родных детях меньше 18 лет не работает ничего так получает ли кто-либо на ребенка которого вы сейчас выполняете антрак явление киндергейл стандартном случае нет никто не получает если вы только приехали мигрант чем я говорю все время мигрант потому что не мигранты они и сами знают как это все скорее всего заполняет то есть не мигрант нет никто ничего не получает если получает указываем данные тут мигрант скорее всего должен поставить да это касается пункта что ребенок или персона которая сейчас подает запрос могла течение после последних пяти лет получать пособие другой стране которая соответствует детскому пособию даже не получала могла получать аншпрух то есть это право на право на получение имела вот эта персона то есть например мигрант приехал первые пять лет жил в россии в россии там получал пособие или мог получать но не оформил все равно должен тут указать дальше кто получал и как это называлось можно так и называть там киндергейл детское пособие и сумма тут я наверно преувеличил не знаю пусть посмеются в общем надо указать с какого по какое дата рождения персоны которая получала пособие или имела право получать пособие кто выдавал там министерство семьи там кто у вас страница это отвечает номер дела если извести на счастлива тут сумма значительная то скорее всего вас запросят дополнительно бумагу о том что вы в своей стране не получаете киндергейл если речь о евросоюзе тут запросит наверняка то есть если вы подаете запрос германии у вас вот здесь вы должны быть чисты вы должны быть уверены что вы не получаете пособие в другой стране на этого же ребенка иначе а то так нельзя это описано в статье то здесь вы пишете и если вы тут указывайте данные можете сразу еще до переезда заручиться бумагой что все дети не получают никаких пособий она должна быть свежей на момент подачи значит здесь опять же касается родителя который подает запрос или родителя ребенка на которого подается запрос был ли он ну служил например войсках или чиновник на вот кофе и финты единств это государственная служба можно сказать да или не мигрант понятно ставить нет был ли за пределами германии как служащий предприниматель и пункт хельфером даже не знаю что это помощник в развитии . имел ли какую-то занятость за границей за последние пять лет тут мигрант обычно работал стоит да был ли служил ли в нато до или войсках которые там надо входят потому что у них там свои пособия есть тоже важно именно нет скорее всего и опять же был послан из германии в командировку за пределы страны да или нет если да хоть где-то то указывайте название занятости то есть название ну то есть имя человека с какого по какое и название занятости вот здесь но обычно опять же тут ну что если человек приехал откуда-то из-за границы то есть он там работал где-то но указывайте просто об отодатель его адрес на этом на ребенка все то есть указывать дату и подпись тут только того кто заполняет еще туда-то тут подпись здесь дата и подпись касается только если ребенок уже 18-летний снова распечатывать дважды для себя и для фамилии инкассы и потом уже подписываете и отправляете вместе с антрагом также контрагу если вы впервые запрашиваете киндергель прикладывайте свечество рождений ах да забыл вот тут важный пункт должен быть если ребенок родился на его уже убрали раньше тут был еще пункт ребенок родился в германии первый раз запрашиваю сейчас его почему-то не стало на этом все я не являюсь чиновником то есть я из своих скажем так лучших побуждений пытаюсь помочь но отказываюсь от ответственности если я вам что-то тут никто насоветовал то можете написать дневный комментарий но не больше потому что ну так положено я вам просто пытаюсь помочь но у меня все получилось и киндергельд на ребенка мы получаем все должно быть так как я описал конечно есть сложные случаи когда человек совершеннолетний когда он там развился переразвился родители там в разных местах живут дети по-разному там расстасовано расфасованы и разные тогда уже ситуации сложные могут возникнуть также можно еще рассказать совсем кратко опять включился что если вы переехали то он также нужно подавать отдельную бумажку по этому поводу вот она эта бумажка например у меня изменился адрес то есть тогда нужно отметить это и отослать тоже если вы уже переехали внутри германии вы должны вот эту бумажку то заполнить или у меня изменился номер счета или я развелся там поженился и так далее или у меня там изменилось количество детей в семье я работаю за границей и в общем прочие причины в статье описаны я сейчас не буду сдаваться в подробности то есть это просто я хочу сказать что есть еще другая форма для изменения статуса получения вот этого пособия на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал если еще не подписались и всего доброго до свидания